Мы находимся в картинной галерее КА-25, где происходит открытие выставки Энди Воркла «Леди Джентльмены. Часть 2. Друзья». Эта выставка – шаг, чтобы очиститься в 50-х годах именно те чувства и эмоции, которые впоследствии сделает Энди Воркла самым уменьшим художником 20-го века. Картины, представленные в этой серии, написаны в технике «Блотт Лайн». Он рисовал эскизы карандашом на водоотталкивающей бумаге, обводил контуры туши и все это во влажном состоянии отпечатывал на листах впитывающей бумаги. На этой выставке мы представляем три книги ранних работ Энди Воркла. Эти работы были впервые представлены на Нью-Йоркской выставке в 1959 году. Собственно, с этими работами началась история восхождения Энди Воркла на пьедесталовую славу и знаменитости. Используемая техника стала для Воркла ручным эквивалентом печатного станка, а впоследствии позволила нанимать людей для выполнения технической работы. Выступка мне очень понравилась, особенно картины Майкла Джексона и Мален Монро. Только я не понимаю, почему здесь так мало народа. В 1957 году Энди Воркла даже основал Энди Воркла Enterprises Inc., где преобразовал технику Plated Line в процессов сетной печати. Ранее эти работы экспонировались в галерее Бадле и любимом ресторанте Энди Воркла в Сиренди Питте 3 в Нью-Йорке. А теперь доступны нашему глазу в галерее К-35 на Савинской набережной. Мне очень сильно понравилось. Я, честно говоря, вижу его работу впервые. Так же, как и ты. Нет, я видела, конечно, его работы, но вот так вживую, так сказать, если можно так выразить. Но я так хотела, мечтала посмотреть на творчество основателя группата. В общем, это круто. С вами была Стефания Богданова, специальный дежурфак МГУ.